Alright, I would like to thank the organized of this meeting for inviting me to give this talk on proton in breast cancer. So, what we're talking about is two minutes of the process of using proton in breast cancer. We know that breast cancer is very high in the world. We have a downfall of heart disease. You know that there are problems that can come from radiation in the cardiac morbidity. And we know that proton is a non-exclusive exposure to the heart. And they can be in this risk of cardiac morbidity. So, the use of proton in breast cancer is a good option for breast cancer patients. And basically, when you look here, you have an immune system after mastectomy. And you can see that this patient is to radiation in internal mammary. So, here we see also the LAD artery, which is very close to the radiation, and in the meantime, you have an immune system. And this is the case, and this is the case for a lot of patients who are in the body of the skin of the LAD artery, that, unfortunately, we can see the next problem. И вот посмотрите, 10 лет спустя мы видим возникновение дефекта после лучевой терапии. Итак, пациенты демонстрируют это спустя годы, но тем не менее такие нежелательные явления или осложнения могут развиться. Кроме того, мы можем увидеть с вами и вот здесь справа, в частности, иногда мы видим необходимость облучения, мы используем RCA вот прямо здесь, и можем использовать также фотонное облучение. И мы видим с вами, что правосторонние пациенты с вовлеченностью IMN могут, в общем-то, получать достаточно высокие дозы на сердце и на коронарные сосуды. Таким образом, это оказывает нежелательное явление. Это еще одно хорошее показание для протона. Ну и, наконец, еще одно классическое показание, которое называется так называемым низким глубоким супракорвикулярным лимпатическим узлом, low-deep, низким глубоким, глубоко расположенным. Иногда мы его не захватываем, не захватываем. И в этой ситуации нам придется воздействовать тогда на легкое при вот такой дезиметрической картинке. Но, безусловно, в случае протона мы можем просто сохранить всю здоровую ткань. Да, это редко, но, тем не менее, это бывает. Супракорвикулярный лимпатический узел, который расположен вот здесь, достаточно глубоко и низко. Это буквально подключится, и поэтому еще одна хорошая опция для использования протонов по сравнению с фотонами. Поэтому, правило, когда мы помнимаем 3D-варианты, либо MRT-моделированные поднесены с фотонами с протонами, то мы видим, что мы, как правило, примем и контрлатеральную, а противоположную молочную железу, если только мы не закрываем ее определенной защитой. Кроме того, если мы хотим прилечить супракорвикулярную зону, в частности, все это пойдет вот сюда вниз, в то время как с протоном, это будет абсолютно конформно, абсолютно конформно зоне лимфатического узла. Поэтому, собственно, приведя вот такие примеры, не остается сомнений при восходстве, скажем так, дозиметрической картинки протонной терапии над фотонной терапией. И здесь вы видите, что мы не использовали 3D-фотоны или же AMRT-моделированные поднесены с лучевой терапией. Это просто вот возможность сделать, безусловно, более щадящим режим лучевой терапии. Ну, кто-то может сказать, ну, а почему тогда нам не использовать технику задержки дыхания? Брест-холд-техник при использовании фотонов. Мы изучали это в нашей клинике, в общей больнице, и мы сравнивали брест-холд-фотоны со стандартными протонами. И мы увидели, что покрытие, покрытие, каверидж, был, в общем-то, довольно неплохим с обоими вариантами. Но гомогенность дозы, как видите, была гораздо хуже именно в случае протонов. Мы видим с вами, что вот здесь, в частности, в случае брест-холд, мы видим определенную гетерогенность, и она выше, чем по сравнению с протонами. И, собственно, это еще одно подтверждение этому. И в то же время, если мы посмотрим с вами на, опять же, сосуды, в частности, на левую, восходящую, то мы видим с вами вот такие варианты. Поэтому вариабельность в краях, безусловно, заставляет нас также не во всех случаях использовать и технику задержки дыхания или глубокого вдоха. Если мы посмотрим на ВИМАТ, ВИМАТ, ротационная лучевая с пространственным мотивированием, конечно же, дает нам получше покрытие, чем при 3D. Вот, и при использовании ВИМАТ, тем не менее, мы видим большой захват другой молочной железы, противоположной. И мы видим, что иногда происходит захват щитовидной железы. Поэтому, действительно, это обходится довольно-таки сложно для того, чтобы обеспечить хорошее покрытие без нежелательных явлений. С протонами очевидны преимущества. Поэтому нет никаких сомнений, что по протонам основная доза на сердце будет грей или меньше. Но в случае АМРТ, модулированной по инвестиционной лучевой терапии, или же в случае ВИМАТа, это будет как минимум 4-5 грей. Итак, какие же уроки мы извлекли из множественного клинического опыта? Ну, во-первых, были проведены несколько пилотных исследований, которые были опубликованы. В частности, ЭПБИ, это частичное облучение молочной железы после мастектомии, а также хирургия сохранения молочной железы. Все они сообщили о приемлемой устойтоксичности и превосходной дозиметрической картинке. В большинстве опыта были пролечены так называемым пассивным скаттером, такими протонами. Но сейчас мы используем АМРТ, сканирование АМРТ. Поэтому протонная терапия выполнима, которая дает нам хорошую раннюю токсичность, но, безусловно, необходимо минимизировать острую кожную токсичность. Таким образом, в данном случае нужно подходить разумно. Мы должны обращать внимание, что в некоторых исследованиях степень 1-2 кожных дерматитов оказалось выше именно в группе протонов по сравнению с фотонами. И это то, с чем мы должны быть осторожнее, и то, что мы должны с вами принимать во внимание. Сейчас, используя режим АМРТ-скеннинг, мы можем контролировать дозу на кожу и уменьшать ее, когда мы пролечиваем молочную железу, либо оставлять ее более высокой, когда мы работаем уже в сценарии пластмастектомии. Кроме того, у нас могут быть и хорошие, и не очень хорошие косметические исходы, когда у нас установлены импланты. И иногда у нас происходят вот такие телеангектазии, либо контрактуры. И, собственно, я показываю вам одно из осложнений здесь, с которым мы столкнулись на фоне протонов и имплантов. Итак, каковы же основные трудности в этой связи? Ну, во-первых, таргетное движение в результате дыхания может представлять трудность, когда мы используем протоны. Поэтому мы, безусловно, подводим все поле соответствующим образом, для того, чтобы соответствовать вот такому углу. То есть мы можем действовать прямо. Далее, пищевод также может быть затронут облучением протоном-пучком. И из нашего опыта мы всегда стараемся поддерживать воздействие на пищевод до 40-грей или ниже. И вот здесь также нужно избегать этой зоны для того, чтобы избегать щитовидной железы и ее покрытия. И иногда, если мы адекватно закрываем супро-курикулярную зону, то тогда, собственно, щитовидная будет захвачена облучением. И, как правило, я принимаю тогда решение облучить и противоположную донку, очень низкой дозой, допустим, меньше 2-3 грей, и, соответственно, ипсилоферальный скорее получит до 15 грей, если нас действительно очень беспокоит супро-курикулярный лимфатический узел. Еще один важный момент – это лимфатические узлы с задней стороны шеи. Мы начали закрывать вот эти зоны после проведения ряда исследований, которые предположили, что у нас есть большое количество лимфатических узлов, которые могут вовлечены в этой зоне. И некоторые узлы здесь несут риск, и, в частности, возникают риски вот в этом заднем пастериальном компартменте. И в нашем атласе мы написали это как по желанию. Если мы видим промежуточный риск, и у нас нет острой необходимости пролечивать всю вот эту зону, картированную здесь, то мы просто закрываем супро-курикулярные лимфатические вот здесь. Но если мы считаем пациентку, пациентка высокого риска, трипл-негативный или крупная опухоль, большая опухолевая масса, большое количество положительных лимфатических узлов, то в этой связи мы пытаемся закрыть всю вот эту зону. Для того, чтобы сделать это адекватно, без сомнения, в этой связи протоны являются однозначно более предпочтительными. И, наконец, кардиоструктуры. Мы говорили уже о левой, передней нисходящей. Мы, как правило, использовали ранее внутривенный контраст. И сейчас максимальная доза, которая попадает на левую нисходящую, это по трех грей. Дальше средняя доза на сердце не превосходит, как я уже говорил, одного грея. В большинстве случаев это полгрея. Есть еще некоторые рекомендации. Иногда необходимо оставить некоторую ткань, некоторый просвет между АМН и сердцем, для того, чтобы минимизировать дозу, попадающую на сердце. И иногда нужно оставить некоторую ткань и вот здесь, для того, чтобы минимизировать воздействие на левую нисходящую. Соответственно, вот такие нюансы помогают нам работать более эффективно и безопасно. Мы научились этому по мере проличивания большего и большего числа пациентов и последующего анализа наших данных. И еще один момент. Не контурируйте ребра, как часть грудной клетки. Всегда избегайте их. Видите, избегайте их, как вот на этой картинке. И вы затем можете проанализировать дозу на ребра, потому что в конечном итоге это могут быть переломы. И переломы ребр, которые я покажу вам через минуту. Вот здесь, как я, собственно, только что говорил, мы пытались минимизировать воздействие на вот эту часть грудной клетки для того, чтобы избежать облучения LED левой нисходящей. Дальше разница между вариантом Pencil Beam и пассивным скеттерингом находится в следующем. Смотрите, мы ушли от пассивного скеттеринга Pencil Beam. Безусловно, это более эффективно, общая доза гораздо меньше, и есть возможность корректировки. Но сейчас я бы сказал следующим образом. Наверное, никто уже использует пассивный скеттеринг больше, хотя, в принципе, у нас наблюдалось достаточно большое количество осложнений в результате метода пассивного разброса пассивного скеттеринга. Одно из больших преимуществ использования протона фактически является следующее. Когда у пациентки есть проблема в плече, и когда она не может вытянуть руку, если ограничена подвижность плечевого сустава, то мы можем вытянуть руку вот так и закрыть основную зону протонами. Таким образом, мы даже в Атласе прописали и прорисовали, каким образом правильно контурировать лимфатические узлы в этом положении верхней конечности. Ну и, конечно же, мы используем контроль визуальный, имидж-гайдет, когда мы, собственно, начинаем планировать пациентов. Итак, какие же уроки мы извлекли? Давайте посмотрим на осложнение. Вот что случилось с нами. Вот то, что увидели мы. И мы видим осложнение. Здесь у нас, видите, я включаю небольшой видеоотрывок. Мы видим, что у пациентов развивается следующая ситуация, то, что слева вы видите, это исходный уровень, четвертый день, четвертая неделя, седьмая неделя. И мы знаем, что в MD Anderson они также подтвердили наши данные. Вот, собственно, это первая находка. То есть доза на кожу. Есть еще один важный момент, который нужно учитывать. Протоны могут вызывать лучевые пневмониты. Какая этому причина? Это, собственно, мы видим, что РБИМ в конце серии может быть высоковат. И если мы закрываем полностью грудную клетку, то будут определенные протоны, которые однозначно попадут в легкие. И в результате этого мы увидим вот такую картинку, как на этом КТ. КТ после протонной терапии. И это может быть как симптомным, так и бессимптомным. И мы фактически анализировали наши данные. Мы всегда пытаемся ограничивать ВИ-20 на легкие, максимум 15-18%. И если вы используете фотоны в этой ситуации, то увидите, что ВИ-20 будет до 25%. Поэтому это также еще одна из трудностей, которые мы можем преодолеть. С одной стороны, это кожа. И вторая проблема – это легкие. Здесь нужно быть осторожнее и воспользоваться нашими рекомендациями. Ну и, наконец, третье. Третье. Мы имели довольно-таки значимое число пациентов. Практически 7% от всех пролеченных пациентов протонной терапии, которые в дальнейшем развили переломы ребер. И поэтому мы очень осторожны с переломами ребер теперь, когда мы используем MPDI и когда мы, собственно, используем Cold Breast Irradiation. То есть, на самом деле, здесь причина – это наш диапазон. И давайте посмотрим более внимательно. Мы видим, что RBE, когда мы подходим к концу сессии, RBE будет выше, чем 1,1. Поэтому перелом ребер. Мы видим, что пациентов переносит это абсолютно бессимптомно. И только у некоторых развиваются симптомы, и иногда это даже случайная находка. И большинство из них возникают, но поскольку они бессимптомные, то мы их, видите, когда находим. На рутинном КТ потом находим, сами же свое и находим. Поэтому мы должны быть очень осторожны с снижением, с снижением воздействия ребер нашему облучению, оставляя пенумбре. Еще один важный момент, который мы также проанализировали достаточно глубоко – это капсулярные контрактуры после реконструкции имплантами. И, соответственно, неудачу реконструкции. Мы видим, что у фотонов есть преимущества, но есть и проблемы. Поэтому мы должны быть осторожны с протенами. Мы, на самом деле, до конца всего еще здесь и не понимаем. Капсулярная контрактура, контрактура капсулы требует хирургии. И с протонами это достигает 30%. У фотонов это 10%. Да, и это тоже проблема. И нам нужно понять, почему это так. И это, собственно, та часть неопределенности, которая и связана с протонами, которые мы используем при лечении пациентов с РМЖ. Данное осложнение было обнаружено не только у нас, в Massachusetts General. Кроме того, это подтвердила и чикагская группа, а также группа в Мемоле Слон-Кеттервинг. Они также об этом говорили. Но до конца, пока данные не опубликованы, не, скажем так, кумулятивно собраны, и наша публикация находится сейчас на рецензировании. Итак, теперь относительно протонов и РМЖ. Сначала мы консультируем пациентку, и мы говорим о возможности того, что здесь может быть неудача реконструкции, если у нее уже установлен инплант, если проведена реконструкция. И это может быть некроз жировой ткани, если это ловкут. Итак, вопрос, следует ли нам пролечивать все РМЖ протонами? Ну, очевидно, что нет. Но, тем не менее, были проведены реномизированные исследования, в частности, одно из них, РЭДКОМ, которое должно завершиться буквально в ближайшее время. Это более 1700 пациентов, которые были включены. Но теперь основная гипотеза – это сравнение фотонов и протонов. Достаточно простое сравнение. То есть должна быть проведена лучевая терапия. Это может быть включать пациентов с мастертомией, с ломбоктомией, мастертомией без реконструкции, с реконструкцией. То есть мы довольно широкую популяцию включали, поэтому у нас не будет данных реномизированных по частоте осложнений в оснащении неудачи реконструкции с имплантами. Но основная конечная точка – это чисто кардио, это чисто кардио события. То есть основная гипотеза такова, что значимые сердечно-сосудистые события должны быть снижены как минимум в два раза на поле использования протона. Поэтому мы сейчас с нетерпением ждем результатов этого реномизированного исследования. Мы будем анализировать данные. Я думаю, что это займет, возможно, еще пару лет. Вот перед вами критерии включения. И это единственное реномизированное исследование, которое проводится на данный момент в этой области, насколько я знаю. Итак, кому показан протон сейчас? Это, наверное, самое важное. Итак, мы видим с вами, опять же, я включаю небольшой видеоотрывок. Мы считаем, что есть действительно однозначные показания и относительные показания. Если это исследование, и это, допустим, такое исследование, как РЭДКОМ, то тогда мы должны действительно поддерживать использование протона при реномизации между протонами и фотонами. Но также очень важно, если у нас вовлеченность АМН, и если это, допустим, правая сторона, а не левая, если у нас идет вовлеченность АМН, то тогда мы должны повышать дозу не только до 50 грей, это может быть 60-66 грей, то в этой ситуации, безусловно, сердце получит достаточно серьезную дозу радиации и с протонами, и тогда это будет очень хорошо. Хорошо. Если это плохая переносимость кардиотоксичной химиотерапии, это также важное показание, мы знаем из исследований Дарби и из других исследований, что если у пациента уже была кардиокоморбивность ранее на фоне химиотерапии, то тогда риск развития нежелательных явлений, ассоциированных с лучевой терапией, будут в 2 или в 3 раза выше. Поэтому это очень важно, и поэтому, как правило, мы назначаем протоны именно тем пациентам, которые имели кардио-сопутствующие заболевания на фоне химиотерапии. Молодой возраст, возможно, меньше 40, иногда даже меньше 30. Но для чего? Но для того, чтобы избежать воздействия соседних органов и тканей и снизить риски вторичных опухолей, потому что есть исследования, показывающие, что с протонами риски вторичных опухолей и риска снижаются. Кроме того, молодые женщины, потому что когда мы видим, что есть воздействие на противоположную молочную железу, то тогда есть относительные риски 2,5-3, с тем, что у нас возникает риск РМЖ с другой стороны, именно из-за воздействия лучевой терапии на противоположную сторону, поэтому с молодым возрастом мы очень осторожны. Затем неблагоприятная кардиоанатомия. Это еще один момент, я уже говорил о левонисходящей. Далее, левосторонние медиальные опухоли, о чем я уже говорил ранее, ранее предшествующие кардиозаболевания. Сниженная подвижность руки, верхней конечности – это хорошая опция. И еще предрасположенность к дополнительным нежелательным опухолям, допустим, мутации по 53, понимаете, в этой популяции, в частности, нейрофиброматозы, санкомы, или же головы-головы шеи, гомозиготные варианты – все это очень чувствительные пациенты для развития вторичных опухолей, поэтому в этой ситуации без колебаний мы направляем их на протонную терапию. И, наверное, еще один очень важный момент, когда мы видим сложную анатомию. В частности, перед вами пример пектус каринатум. Как вот проличивать такую пациентку? Посмотрите, это редкая ситуация, но, тем не менее, это требует именно протонной терапии, потому что, наверное, это единственный вариант, потому что иначе вот с такой кленовидной или келевидной грудной клеткой это будет очень сложно сделать. Еще один вариант – пектус экскаватум. И в этой ситуации, да, немного пациентов, но, тем не менее, это также редкая такая специфическая впаловая грудь, или, как мы это называем, варгообразная, либо грудь сапожника, то в этой ситуации, безусловно, протоны являются по сравнению с фотонами наиболее благоприятным показанием. Если у нас есть вовлеченность, либо рецидив по внутреннему маммарному узлу, то мы знаем, в этой ситуации протоны также показаны. И, наконец, очень важно иметь эту опцию, когда мы повторно облучаем из-за локального рецидива, и есть исследования, подтверждающие это. Допустим, если у пациентки была лучевая, и это локальная неудача и достаточно расширенные заболевания, то 10 лет спустя мы знаем, что в этой ситуации мы можем пролечить, и мы знаем, что кумулятивная доза может достигать 100-110 Грей, и в этой ситуации это может вызвать проблемы. И в основном это будет определенная частота переломов ребер, которые могут достигать 20%, ну, кроме того, высокие риски иридиционных пневмонитов и также вторичных кардиозаболеваний. И поэтому повторное облучение – это также прекрасные кандидаты для протонной терапии. Итак, переходя к выводам, терапия протонной пучком снижает воздействие на сердце по сравнению с традиционными фонтонами, как с правой, так и с левой стороны, особенно при вовлеченности АМН. Далее, терапия протонами все еще является исследовательским методом, хотя был сделан огромный прогресс в этом направлении, и все больше и больше пациентов получают показания и пролечиваются. Было проведено, ну, скажем так, инициировано, стандартизованное, ультемизированное исследование, РЭДКОМ, фаза 3, и таким образом количество циклов может быть снижено с 25 до 15, это работа Мэйо, поэтому мы хотели бы увидеть, что гипофракционирование действительно идет очень хорошо, но частота осложнений была с гипофракционированием все-таки выше, и именно поэтому очень редко, но когда мы используем гипофракционирование здесь, мы все-таки остаемся на 2-грэпофракции. РЭДКОМ практически завершено, практически завершено, и мы знаем, что воздействия на сердце лучевой терапии будет меньше, и затем это будет, безусловно, транслироваться в лучшие клинические исходы. Ну и, наконец, протонная терапия должна использоваться все-таки пока еще для отобранных пациентов, то есть это не поголовно, все пациенты с РМЖ, но я тем не менее хочу сказать, что пока еще остаются некоторые неопределенности протонной терапии. Мы пока еще не знаем, насколько РБИ, который мы используем, то есть 1 и 1, ну большинство группы и большинство используют 1 и 1, 1 и 1, но, может быть, РБИ будет в других тканях, будет также отличаться по локализации. Здесь тоже есть определенный момент неопределенности, поэтому мы должны быть очень внимательны в отношении осложнений, мы должны, так сказать, думать проактивно и пытаться анализировать собираемые данные и улучшать наши подходы. Поэтому протоны – это прекрасно, но это не для каждого. И определенные неопределенности остаются, и нам нужны дальнейшие исследования. И на этом большое спасибо за ваше внимание.